Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru Один аят. Хотел вам еще прошлую неделю процитировать, не успел. Пометил себя. 2,272 Бисмиллаху рахмаму рахмам Лейса алейка худаهم, ва лакин Аллах яхди ма яша Это уже коранический текст. Если до этого мы с вами цитировали хадисы, высказывания пророка, именно как пророк, получающий откровение от Бога, то в данном случае это именно Слово Божье, то есть коранический текст, это именно арабский оригинал, является Словом Всевышнего. А переводы, дафсиры, пояснения, да, джеля лейн в одном томе, в двух томах, да, в четырех томах, в пяти томах, в десяти томах. У меня, по-моему, самый большой из арабских этот. Семнадцати томник, по-моему, даже какой-то был двадцати томник. Рух аль-Маани, в свое время, когда студентом был, Рух аль-Маани такой огромный, многотомник, по-моему, около двадцати. Я взял эту книгу, сам покупал, сберегал, копил, экономил, и книги покупал. Это ежегодная выставка книг в Каире проходила. Мне книги всегда интересны были. И, ну, Рух аль-Маани, например, вот такой тофсир, да. Не раз к нему обращался, ну, в свое время еще. Не знаю, мне не очень понравилось. То есть много, так сказать, ну, вот, как говорят, воды. То есть оно как бы повторяется, повторяется, правильные слова повторяются, повторяются. А бывают тофсиры, которые вот прямо там… Даже когда богословский перевод свой писал, то есть я, безусловно, работал с тофсирами, с многотомниками. Где-то Сабуни, где-то Джалилейна, где-то Ибенкетир. Но некоторый там многотомник, тот же самый восемнадцатитомник, он восемнадцатый, раньше был в тридцати двух томах, потом уменьшили, потоньше сделали бумагу, сейчас, по-моему, восемнадцать. Тоже, то есть читаешь, на самом деле интересно, потому что идет разбор каждого слова, разбор с точки зрения языковой, с точки зрения вообще разбор, потом идет слово, потом разбор предложения, потом причины неиспослания аята, потом какие сподвижники, какие комментарии говорили, какие хадисы в контексте данного аята. То есть вот это все, когда разбирается, это намного, как бы, вот, хоп, глаза открываются. Вот грамматические нюансы, слово, вот языковые, в каком значении это слово бывает, вот разбор грамматических предложения. Вот причины неиспослания. Но в Коране очень важны, как бы, аля абрату би умуми лафзу ля бихусуси себебе. Это известное правило богословское, что в Кораническом тексте принимается во внимание сама смысловая нагрузка, а не причина неиспослания. То есть причина неиспослания могла быть, да. Она учитывается, да. Но смысловая нагрузка, назидательная нагрузка к причине неиспослания не привязана. То есть назидание здесь уже из века в век ученые, с учетом пояснений, с учетом языковых нюансов разбора, предложения тафсиров. Поэтому вахбе сухайли, у него очень-очень хороший тафсир. И тоже, как бы, там, все нюансы из прошлых тафсиров, тонкости собраны. Потому что порой где-то бывало временами на постсоветском пространстве, по крайней мере, в русскоязычном пространстве говорили, вот там переводы Корана не надо читать, тафсиры не надо читать, Коран нужно понимать так, как он есть. То есть человек говорит о том, что слушайте меня, я вам все правильно переведу. И причем, когда смотришь на человека, у него ни образования нет. Он в арабском ориентируется, богословского образования не имеет. И куда, и куда он. То есть тафсир, как одно из направлений мусульманского богословия, тафсир, да, комментарии к Корану. Из века в век. 14 веков они пишутся, они переиздаются, появляются новые на арабском. То есть, пояснение Корана на арабском языке для арабов. И со всеми этими тонкостями он снес. И какой-то дядя, такой с длинной бородой говорит, там, все там, переводы, тафсир, это все там, надо вот как в Коране написан, так и понимать. Это значит, твой котелок будет диктовать людям, как надо понимать. Это несерьезно, так нельзя. То есть, ислам это очень все, очень все научно, очень все последовательно. А там уже разные мнения, разные взгляды, разные тафсиры. Да, например, какие-то тафсиры читаешь, прямо с удовольствием читаешь на арабском. Очень интересно, потому что обоснованно, последовательно, языковые тонкости, такие тонкости, исторические тонкости, все собрано. И в комментарии к аяту стоит хадис. И хадис, у него есть ссылка, там-то, там-то приведен. Ты смотришь, то есть очень комфортно, приятно читать. А иногда правильные слова правильно. Одну страницу прочитаешь на арабском, вторую страницу прочитаешь на арабском. Все какие-то правильные слова. Туда-сюда, туда-сюда. Столько времени нету все это читать. Потому что вроде как все правильно, а конкретно можно? Это вторая сура 272 аят. Переводы, какой вам нравится, то-то читайте, что касается русского языка, как хотите. Я говорил сейчас просто больше про арабский. В аяте идет, если посрочно. То есть алейк не является твоей обязанностью. То есть смысл такой, что наставлять, назидать – это да, у пророка, но ты заставить людей идти по верному пути, не сможешь. То есть здесь нужно это разграничить. Это на тебе обязанностью не висит. Однако же Аллах, Бог Господь, Он наставляет на верный путь, кого пожелает. То есть здесь это все понятно. Заставить человека невозможно, но наставить, быть примером, мудро что-то сказать, само собой. Но просто ты человек не можешь заставить следовать верному пути. Потому что ставит на верный путь Всевышний – тех, кого сам пожелает. Но здесь очень хорошо, с точки зрения арабского языка. Тех, кто сам желает. Вот один к одному можно и так перевести. То есть Всевышний наставляет на верный путь тех, кого Он пожелает. И один в один можно перевести тех, кто того желает. Это очень важная тонкость. Потому что люди порой говорят, а вот там Всевышний кого-то наставит на верный путь, кого-то нет. А человек за что отвечает тогда? Если Всевышний его сбил с верного пути. Нет. Нужно коранический текст и хадис и смотреть широко. Есть понятие общего контекста. Общий контекст. И общий контекст говорит о том, что человек сам выбирает, за что в судный день и отвечает. И вот здесь как раз альтернативный перевод. Всевышний наставляет, наверное, путь тех, кто сам того желает. То есть человек к этому стремится. Изучает. Познает. Общается с соответствующими людьми. То есть именно… Дальше идет… Ну, я даже вам зачитывать не буду. Я так по ходу вам переведу какие-то моменты. Ну, я вот, наверное, больше ради вот этой части обратил на это внимание. Я себе пометил. Процитирую на Ваазе. . Недавно мы с вами похожий аят тоже цитировали. Есть таких несколько аятов в Коране с этим смыслом. Я сам периодически себе это проговариваю. Я вам тоже сказал. То есть это одно из моих таких назидательных правил для себя. . То, что вы делаете… Ну, тратить. В первую очередь, подразумевается, материальные средства, да. Время, силы, энергию тоже. То есть, ну, все то, чем мы обладаем, мы это тратим. Мы можем потратить на что-то плохое. Можем потратить на что-то хорошее. Мы тратим. Ну, . глагол, в первую очередь, подразумевает материальные траты во благо других. Потому что инфа́к – это, в первую очередь, именно, как бы, благодеяние в адрес других. . . Вот, чтобы вы, здесь вот эта частица, оно дает смысл. Вот, чтобы не потратить, в смысле, во благо других. . То есть, в итоге, в выигрыше только вы сами. Смысл такой. Вот, что бы вы ни потратили, в итоге, в выигрыше вы сами. Это не говорит о том, что не надо человека поблагодарить, если он вам что-то хорошее сделал. Это уже другие хадисы, другие аяты. Но человек, когда что-то хорошее делает, ну, это уже тоже, опять же, в Коране говорится, что если он потом будет напоминать, я тебе сделал. Я же тебе это помог. Это вообще отвратительно. То есть, так нельзя. Я даже своим родным детям говорю о том, что вы мне ничего не должны. То, что там долговая тетрадь, кто посещает мой инстаграмм или телеграмм, смотрит ролики. Это все правильно. Это другой момент. Это финансовая грамота, там, самостоятельность, особенно для мужчин. Это о другом. А вообще, вы мне ничего не должны. То есть, наша ответственность в Преодсевышнем, обязанность в вопросе воспитания детей. То есть, мы помогаем новому человеку приобрести всестороннюю самостоятельность и вывести его в жизнь так, чтобы он, на самом деле, был как бы и верующим, и самодостаточным, и набожным. Те, у кого дети есть, ну, если уделяете этому внимание, то это большая работа. Это просто ежедневно. То есть, даже вчера как раз на несколько часов с двумя младшими остался десять и четыре. То есть, вот столько причин дать по башке, подзатыльника. Вообще, то есть, там, особенно четырехлетний. Тут что-то раскидает, там еще что-то раскидает. Я спокойно говорю, собери машинки, пожалуйста. То есть, он сначала эту коробку искал, а потом он нашел, потом он ее, эти машинки все маленькие раскидал. А я дома без очков хожу. Я там не особо, чтобы что-то вижу, и жалко эти машинки. По крайней мере, по школе, помните, маленькие машинки. Может, сейчас они там, не знаю, двести рублей стоят, это неважно, но жалко вещь. Я раздавлю. Я раз говорю, убери, пожалуйста. То есть, поиграл – собери. Потом. Это же мы люди, у нас все потом. Это потом, то потом, намаз потом, это потом, еще что-то потом. Все потом. А это с детства начинается. Я говорю, потом уже, когда… То есть, так как мы несколько часов с ним были. Ну, тот десятилетний, конечно, молодец. Все, домашка. Ну, сейчас. К тому же, потом мне говорят. Сейчас. Я говорю, не вопрос, сейчас. Сейчас – это значит, вот сейчас. Потом, на ночь, сейчас домашка. Мне говорят, завтра джема, рано вставать там, и так далее. То есть, домашку. И это так и не убирает. И я говорю, слушай, убери. Я еще поиграю, опять играет. И потом уже какие-то вещи, он что-то там раскидал. Я раз наступил, два. Я говорю, слушай, я сейчас тебе так дам. Он так смотрит тоже. Там, опять же, между собой что-то еще выясняет. То есть, насколько сильно там. Или не сильно даст. Аль-хам-ля, нет, я никого не ударил, ничего. То есть, это моя ответственность дать. То есть, это уже я должен не быть ребенком, который орет, кричит. Сейчас, я тут папа, я тут это, то, ты что там, пятый. Тогда уже третий ребенок появился, который бесконтрольный. Нет, папа должен оставаться папой. То есть, мудрым, разумным, последовательным. И отвечать за свои. Это очень сложно. Столько причин дать подзатыльник, и вроде как все это оправдано. Очень сложно. Это даже один десятилетний себе яичницу сделал сыром, натер сыр. Тот, младший, четыре года взял тоже часть себе. Потом смотрю, доедает за него эту яичницу с сыром. А тут сыр натертый на стуле, на полу. Я на полу собираю. Я говорю, слушай, я сейчас тебе дам, я говорю, еду нельзя на пол бросать. И он так смотрит, тоже интересно. Ну, то есть, еле сдерживаю себя, но спокойно все равно. Спокойно все. И объясняю, что еда на пол. Нельзя. Ты должен был увидеть и сам поднять. Чего бы вы хорошего не потратили, во благо другим, вы делаете это для себя. Это я не детям делал. Что-то хорошее. Это моя жизнь. Моя ответственность. Мои поступки. Мои слова. Мне за них отвечать. Если что-то хорошее делаю, я делаю это себе во благо. То есть, прям, вот это очень, таких нескорятов есть. То есть, что угодно. Вот вы хотите, потратьте. То есть, сколько угодно. Во благо других. Минхайрин. Из благого. Фалемфусиком. То это только для вас самих. То есть, выигрыши. Вы сами. То есть, поймите. Тот человек, кому вы хорошее сделали, вообще о нем забудьте. Вы это сделали для себя хорошее. То, что он вас поблагодарит. Молодец. Воспитанный, грамотный, понимающий. В хадисе сказано, те, кто не умеет благодарить людей, не будут благодарить и Всевышнего. Это все понятно. Но мы сами. Нам никто ничего не должен. Что-то хорошее делаем, делаем для самих себя. Но здесь идет следующий этап. Он же, как бы, и вместе, и следующий. То есть, опять же, идет. То есть, чтобы вы. И опять же, повторяется. Этот же глагол. Чего бы, вот что угодно. Вы сделайте хорошее. Делайте это, стремясь к Божьему лику. Если подстрочно. Ну, то есть, абсолютно бескорыстно пред Всевышним. То есть, делайте вы что-то хорошее. Делайте это абсолютно бескорыстно пред Всевышним. Все. Ну, то есть, сделал и забыл. И даже здесь, опять же, торговля с Богом не нужна. То есть, это часто бывает. То есть, там. А вот я вот это сделаю хорошее. Всевышний, ты мне дай вот чего-то. Слышь, тебе там, если более-менее нормальную жизнь проживешь, тебе там вечный рай какой. Ты вообще несравнимый. Тут ерундой, фигней занимался. Иногда намаз читал, иногда у разу держал. Там вроде туда-сюда еще что-то там. По чуть-чуть, по чуть-чуть. В итоге все. Чуть-чуть хороших делал. Оказалось, больше все. Всевышний, тебе остальное простил. На вечную врую. Чего захочете, пожалуйста? Как младший говорит, Бугатти, не Бугатти. И по-другому произносит. Я говорю, послушай, это называется Бугатти. Бугатти, то есть, там. Да, Бугатти. Он какую-то машину там держит и говорит, Бугатти. Я говорю, это не Бугатти, неважно. То есть, хочешь ты это Бугатти, там получишь, что хочешь. Такой Бугатти получишь, сякой Бугатти. Хочешь Феррари, да не вопрос, там получишь. Здесь это проблема. Не знаю, для кого. Очень низкие машины. Ты что, испортишь? Вот там вообще без проблем. Какие хочешь те дороги. И никаких камер вообще нет. Машалла. То есть, ты делаешь что-то хорошее в этой жизни. . Делай это . Это часто в Коране проходит. Ну, подстрочно как бы стремясь к Божьему лику. Но по-русски это не звучит. То есть, когда делаешь что-то хорошее, абсолютно бескорыстно пред Всевышним. Не ожидая ничего взамен. Ничего. Вот. Это, конечно, мощно. И опять идет. Здесь раз было . Потом идет . И третий раз идет. В этом же аяте, вторая сура 272 аят. Тут же . Чего бы вы не потратили из хорошего. То есть, делать что-то хорошее. В первую очередь, да. Материальные блага имеются в виду. Время, силы, энергия, опыт, навыки. Вы делитесь с кем-то. Это нужно натренировать свою душу. Натренировать свое отношение. Ты делаешь что-то хорошее. Делаешь это пред Всевышним. Ты от этого выигрыша. Ты делаешь пред Всевышним. Сполна делаешь. И ты должен сам знать, где остановиться. Сам знать, где сказать «нет». Есть ситуации, когда нужно сказать «нет». Есть много. Начиная с самого себя и своих детей. Иначе наша ненасытная душа, сколько туда не затолкай, все сожрет и все равно будет недовольна. Да. Но здесь именно, когда касательно других. . Чтобы вы не потратили из благого . Здесь идет форма. То есть, что бы вы не потратили, вам все это вернется. Здесь форма такая. Что бы вы не расходовали, непременно восполнится. Ну, здесь в квадратных, конечно, разные квадратные пояснения, да, и в том числе, по милости и щедрости Творца. Ну, в смысле, Он вам ничего не должен. Но если вы что-то хорошее сделали, вам это вернется. . Непременно. . Вы не будете притеснены, ущемлены. То есть ни одна, здесь идет, ни одна единица благого, совершенного вами, не будет утеряна. В квадратных скобках поясни. Это вот, если на таком, вот с такими ощущениями подходить, вопрос детей, вопрос наших близких, вопрос ситуации, обстоятельств, самого разного. То есть, ты не ждешь от человека, тебе и спасибо не надо абсолютно. То есть, ты это делаешь предсевышним. О, это вообще, это такое состояние. Ну, это очень. Жизнь преображается. Если человек ничего не ждет взамен, а предсевышний делает то или иное хорошее. Жизнь становится общей. Иной вкус, иные ощущения.